Интервью Сидни Суини Расскажите о себе и вашей героине. Меня зовут Сидни Суини, и я играю Сесилию. Сесилия – монахиня, пытающаяся найти свое предназначение, а также причину и смысл того, почему она до сих пор жива. Каково было разрабатывать проект «Мечты»? Я думала об этом фильме еще с 16 лет. Впервые я проходила пробы на эту роль именно в 16, после чего я влюбилась в материал. И затем каждый год проверяла, вышел в итоге фильм или нет. Этого не случалось. И как-то раз на съемках рассказа «Служанки» я восхищалась работой оператора и поняла, как я бы сняла ОМАН «Непорочная». Я написала своей команде с просьбой найти сценарий и сказала, что хочу снять свою версию. Я связалась с Эндрю, нашим сценаристом, а на съемках «Белого лотоса» сказала Дэйву, «У меня есть на примете один ужастик. Давай воплотим его в жизнь». Так все и произошло. Можно сказать, я 9 лет работала над этим фильмом. Каково играть в фильме и в то же время продюсировать его? Мне очень понравилось быть и актрисой, и продюсером. Я мечтала об этом еще с самого детства. Я обожаю создавать миры, но если раньше я делала это в рамках своих героинь, то сейчас я смогла распространить это на весь фильм, принимая участие в дизайне декораций, выборе кадров, продумывание графиков и разработки всей логистики съемок. Это чудесный опыт. Я очень многому учусь. Почему вы хотели спродюсировать фильм, и какие трудности это включало? Он привлек меня, потому что о нем невозможно молчать. Я всегда любила ужасы. Смотрела их с папой еще в детстве, и мне всегда хотелось поучаствовать в проекте, относящемся к одному из его любимых жанров. А поскольку именно этим фильмом я интересовалась уже давно, с него я и решила запустить собственную кинокомпанию. Как, по-вашему, воспримут фильм зрители? У меня нет сомнений. Они даже и предположить не могут, что их ждет. Вряд ли хоть кто-то осознает, через какую бурю эмоций им придется пройти. Каково работать над фильмом ужасов? Я обожаю этот жанр. Я уже давно являюсь поклонницей ужасов, так что для меня это просто мечта. Мясо, кровь, крики, слезы – все это здорово, но в нашем фильме есть и прекрасные персонажи, что было для меня особенно важно. Я очень хотела дать фанатам хорроров все, что они любят, но при этом обязательно наделить фильм содержанием, смыслом и проработанными героями. Расскажите о зрелищных эпизодах. Да, в нашем фильме есть одна зубодробительная драка между двумя девушками, исход которой не сможет угадать ни один зритель. Ближе к концу Сесилия превращается в ангела мести и начинает убивать своих обидчиков, от чего я просто в восторге. Когда мы со съемочной группой обдумывали, как будет проходить весь этот процесс, я сказала, если в конце фильма я, как Кэрри, полностью покроюсь кровью, я буду счастлива. Не важно как, придумаем. Какие фильмы ужасов вдохновили и повлияли на вас? Да, мы вдохновлялись всей классикой. Я знаю, что Майкл обожает ребёнка Розмари, так что вы увидите множество отсылок и кадров, отдающих дань уважения самым разным фильмам жанра. Каково работать с режиссёром Майклом Моханом? Чудесно. Я рада работать с человеком, который прислушивается ко мне и уважает чужое мнение. Я могу спокойно стоять с ним около монитора и комментировать кадры, а, например, вчера я перечитывала одну сцену и предложила немного изменить её, и он выслушал и похвалил все мои идеи. С ним здорово. Вы уже работали с режиссёром Майклом Моханом? Мы с Майклом сотрудничаем уже шесть лет. В 19 я работала с ним над сериалом «Сплошной отстой», а затем над фильмом «Вуайеристы», когда мне было где-то 23. У нас прекрасные отношения, в каком-то роде он даже рос со мной. С учётом этого я знала, что он с уважением воспримет мои мысли и определённые решения. Если у меня рождаются какие-то идеи или я хочу подправить сценарий, он действительно слушает меня. Для меня это особенный личный проект, и я не хотела, чтобы он развалился и перешёл в другие руки, потому что такие вещи порой и правда происходят. Так что мой выбор пал на Майкла. Не зря мы так давно работаем. Раскрепощает ли работа с режиссёром, не боящимся экспериментировать? Да, я люблю расширять его горизонты и толкать его на что-то такое, что до этого, возможно, никто не делал. Я хочу, чтобы он рисковал и принимал решения, которые кому-то могут показаться страшноватыми. Какая часть съёмок самая сложная? Количество пасты, которое я ем в Италии… Я не могу остановиться. Знаете, я бы сказала, что весь этот процесс стал для меня одной большой школой. По ту сторону камеры для меня всё в новинку, поэтому просто уложить всё в голове – это уже испытание, ведь помимо нагруженных актёрских будней, мне приходится следить за тем, чтобы все закулисные аспекты съёмок тоже проходили максимально гладко. Почему вы решили снимать фильм в Риме? Нам очень хотелось, чтобы антураж сам по себе казался отдельным живым персонажем, будь то элементы декора или места съёмок, которые нам не без труда удалось подобрать. Это никак не воспроизвести. Зачастую во время подбора локаций мы оказывались посреди какого-нибудь форта или где-то в катакомбах, и у нас была одна мысль – тут так реалистично, что мы будто в павильоне. Эти места были настолько идеальны, что казались неправдоподобными. Мы боялись, что это ощущение может передаться и через камеру, но в итоге всё обошлось. Церковь у нас невероятная, монастырь тоже бесподобен. Всё это просто дух захватывает. Расскажите о стиле и настроении фильма. Я хотела, чтобы он существовал вне времени и никогда не устаревал. И мне казалось, что если мы сделаем упор на эпоху Возрождения или на богатство истории, которым может похвастаться Рим, у нас получится воплотить эту задумку в жизнь. Я не хотела видеть в кадре смартфоны или другую современную технику. Я очень хотела, чтобы фильм казался вечным. На какую зрительскую реакцию вы рассчитываете? В фильме масса метафор и глубоких идей, поэтому я уверена, что он заставит зрителей задуматься. Но я не хочу указывать людям, как мыслить, потому что мне куда интереснее узнать их собственные мнения и впечатления. Вы привезли на съёмки ваших бабушек? Что они сказали? Было очень весело. Я купила бабушкам билеты на самолёт и назначила их статистками в церковных сценах. В детстве они водили в церковь меня. Я очень смеялась, когда видела, с каким шоком они реагировали на происходящее в своих эпизодах. Если они думали, что попали в фильм про обычную церковь, они заблуждались. Это было очень мило и смешно. Чем вы больше всего хотите порадовать зрителей? Я надеюсь, что зрителям угодит всё. Персонажи, финал, кровь, страх, всё. Как вы думаете, почему люди любят фильмы ужасов? По-моему, им нравится само ощущение тревоги. Мне точно нравится. Поехали. 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 Поехали.